Дни через десять в квартиру Преображенского явились работники уголовной милиции и Швондер. Они собирались расследовать дело по подозрению в убийстве зав. подотдела очистки Шарикова, который с того самого рокового дня не появлялся на службе. Профессор с видом удивления разъяснил – Шариков не человек, а собака, жертва неудачного медицинского опыта. Как раз в этот момент из кабинета Филиппа Филиппыча выскочил странный пёс с багровым шрамом на лбу. Шерсть росла на нём лишь местами. Собака становилась ту надвету на четыре лапы, а под конец уселась в кресле. Преображенский растолковал пришедшим, что оперированный им пёс принял человеческий облик лишь на время, а потом стал постепенно возвращаться к прежнему состоянию. Милиционеры ушли. Профессор вернулся к своим привычным медицинским занятиям. Несколько дней спустя пёс Шарик лежал рядом с ним на ковре и радовался, что окончательно утвердился в сытой и тёплой квартире Филиппа Филиппыча.